Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов Колба. Меня зовут Трудов Сергей, я руковожу обучением в нашей компании, а также веду для вас этот YouTube канал. Сегодня у меня произошла некоторая неприятность, действительно неприятно. Это будет как предыстория к данному видео. Все вы знаете, что я сторонник здорового употребления напитков, то есть напитков, сделанных на своем собственном самогонном аппарате, нежели купленных в магазине. Также я сторонник здорового питания, то есть мое питание действительно было подобрано со специалистом. Все было проработано, и поэтому, в принципе, то, что я пью здоровые напитки и ем более-менее здоровую еду, я выгляжу чуть моложе лет, чем мне есть на самом деле. Так вот, у меня сломалась мультиварка, а в мультиварке я готовил очень важную составляющую здорового питания. Это мой обед, иногда ужин, иногда завтрак. Это каши с какой-то мясной составляющей. Чаще всего это низкокалорийное какое-то мясо, но иногда бывает и говядина, и свинина. Так вот, мультиварка сломалась, а такие каши чаще всего я готовил именно на ней. Точнее, ну не чаще всего, а все время я готовил на ней, потому что это очень удобно было сделать. А сейчас она сломалась. Мне сказали, что гарантийный ремонт будет происходить около месяца, и целый месяц мне нужно думать о том, как питаться. Поэтому я считаю, что практически каждый человек ест такие каши, как минимум пару-тройку раз в месяц в каждой семье готовится плов, пару-тройку раз в месяц в каждой семье готовится гречка. И я решил, что хотя бы недели две, как минимум, я буду жить на еде, приготовленной в автоклаве, так как мультиварки нет. А в автоклаве еда готовится тоже в таком вот щадящем режиме, как в мультиварке. То есть, ну это тушение, по сути. А консерва, консерву еще называют тушенкой. По сути, в автоклаве происходит тушение. То есть, мясо полностью будет готово, мясо будет потушено вместе с кашей. Это будет завтрак, иногда обед, иногда ужин. То есть, я планирую, как минимум, друзья, две недели, как я уже сказал, питаться едой из мультиварки. Для этого я решил купить несколько круп в магазине. Также решил закупить, поехать прямо сейчас на рынок и закупить мясо какого-нибудь, либо говядину, либо свинину. Посмотрим, что будет. Вообще, посмотрим на цены на самом деле. Вот. Сделаем еды, по крайней мере, на две недели. Надеюсь, что за это время отремонтируют мою мультиварку. Если нет, то, конечно, будем выкручиваться как-то. Либо, если прям понравится, то будем и дальше жить на консервах, по крайней мере, в ближайшее время, пока не наладится мультиварка. И в этом мне поможет Автоклав Фансел 2, которую вы можете видеть у себя на экране неоднократно уже. Видео мы готовили на нем. И сегодня мы тоже будем готовить на нем, как вы, наверное, уже догадались. На этом Автоклаве, помимо того, что я снимаю ролики, я действительно готовлю, я действительно постоянно ем эту еду. Я никуда эти консервы не продаю. И в этот раз будет то же самое. Мы сделаем разнообразные каши. Я планирую сделать рис, гречку, ну и немного с булгуром каши, чтобы, ну, хотя бы было какое-то разнообразие. Мясо посмотрим, какое приобретем на рынке. Это вот в двух словах о том, что мы сегодня собираемся делать. Итак, собираемся, друзья. Едем на рынок, затем идем в магазин и покупаем крупы. Без костей? Без костей есть по 300 рублей. Ну, давайте вот эту килограмма два. Надо два. Давайте. Все, друзья. Успешно сходили в магазин. Смотрите, здесь у меня получилось, я взял примерно 2 700, что ли, было. Здесь у нас свинина. Практически ничего не вырезал, только немного прям жира удалил. Но там прям совсем чуть-чуть было. То есть, где-то 2 килограмма 700 грамм купил свинины. Она, кстати, сейчас почему-то дешевле, чем говядина. Я всегда считал, что это наоборот. Ну, да ладно. Так вот, нормальная свинина, понравилась мне и пахнет хорошо. Я не особо прям умею выбирать мясо, но это хорошее мясо. Сами видели на видео. 2 700. Обошлось мне это 963 рубля. Не знаю, на самом деле это много или мало. Подозреваю, что это где-то средняя расценка сейчас на свинину. 963 рубля получилось у меня за весь объем этого мяса. Здесь пережарка. Кто-то называет поджарка, кто-то пережарка. В общем, это лук с морковкой. Здесь 3 луковицы и 3 морковки. Я считаю, что на каши хватит прям за глаза. Тем более, что кашу мы будем делать примерно, наверное, банок 5-6 максимум. Здесь рис. Я его уже промыл. Рис, гречка и булгур. Соответственно, рис обошелся за 900 грамм около 80 рублей. Не помню уже точно сколько. Гречка тоже около 80 и булгур тоже около 80. Вот за такие фасованные пакетики. Точно не помню, на видео было видно, сколько соль, понятно, нам понадобится. Перец черный горошек. Перец душистый горошек. И лавровый лист. Никаких таких специфических специй я брать не стал, потому что желательно, чтобы вкус был более, как можно более традиционным. По той простой причине, что если что-то будет нужно, потом, если я подумаю, что мне чего-то не хватает, я лучше добавлю это потом, нежели все каши делать с одним и тем же вкусом. Поэтому взял стандартный набор, чтобы мне все это не надоело. Все-таки мне это есть в ближайшие две недели. В одной банке 0,5 приблизительно еды на два приема пищи. Это я прям посчитал. Два раза я разогревал, ел. Это вот на взрослого мужчину нужно. В одной банке 0,5 два приема пищи. У нас будет 5 банок 0,5 подготовлено у меня сейчас. И 4 банки 0,7. Как раз мы примерно весь автоклав изобьем. В него влезает, насколько я помню, 15 банок по 0,5. Вот таких вот самых стандартных, обычных. А так как 0,7 чуть выше, поэтому третий ряд не уместится. Сделаем несколько каш, а все, что останется из мяса, мы будем докладывать в другие банки. Вот приблизительно такой план на сегодняшнее видео. Масло отдельно добавлять не буду, так как взяли свинину. Свинина, она чуть жирнее, чем любой другой вид мяса. Так что масла мы не добавляем. Пережарка, соль, специи, крупа и мясо, как я уже сказал. Также здесь у меня есть кухонные весы. Так что мы будем наполнять банки. И буду говорить вам о граммовке. В банку 0,5 нужно около 200 грамм мяса. Около 20 граммов пережарки. И около 100-120 грамм крупы. Рис уже замочен, поэтому его будем класть 120. Ну, наверное, гречку тоже самое. И булгур тоже самое. Чтобы осталось место для того, чтобы крупа напиталась водой и соками того, что там будет в банке. Вот приблизительно такие развески. Соли будет по 5 грамм на банку 0,5 и по 7 грамм на банку 0,7 соответственно. 0,5 это чайная ложка без горки. 0,7 это чайная ложка с небольшой горкой. Вот примерно так. Сейчас покажу вам каждую банку, которую сделаю, хотя бы по одному виду. Мы их забьем всем необходимым, прежде чем помещать в автоклав. А затем уже перейдем непосредственно к стерилизации. А, забыл сказать. Общая стоимость всех продуктов у меня на столе вышла примерно 1300 рублей. Ну, я считаю, что за две недели это нормальная цена на питание. Я считаю, что это даже дешево. На самом деле, ну, естественно, это не все питание, которое будет. Где-то что-то где-то перехватил, там купил. Вот. На завтрак сделал там какую-нибудь овсяную кашу. В общем, в любом случае, за столько, сколько еды мы сделаем, это действительно дешево. При том, что свинина покупная, все не свое, все реально покупное. Это будет прям в разы дешевле, чем мы приобрели бы в магазине. А самое главное, что это сделано будет своими руками. Это будет вкусно, мы будем знать, что там. И поэтому с удовольствием это есть. Ну что, переходим к процессу накладывания. Так, смотрите, тара на месте. А на дно мы выкладываем специи сразу же. Один лавровый лист обязательно. Даже на банку 0,5 можно половинку лаврового листа. Перец душистый. Он крупный, поэтому достаточно одной горошины. Перец черный. Приблизительно 3-4 горошинки. Соль будем добавлять сверху. А сейчас следующим слоем обязательно закладываю мясо. Так, вот смотрите, по весам 199 грамм получилось. Это как раз ровно столько, сколько я реально обычно на глаз и закладываю. Теперь мы его немного притрамбуем. И следующим слоем идет у нас пережарка. Да, около 20 грамм получилось. Ну, чуть больше, еще сверху будем накладывать, потому что реально сделали чуть больше, чем нужно было изначально. И переходим к рису. Так, сейчас видно вам на видео, да, видно. Около 100 граммов. Так, 100 грамм риса есть. Его будет, естественно, в два раза больше. Теперь еще немножко давайте пережарки, чтобы было повкуснее. Все остальное заливаем водой. Но прежде чем залить водой, добавляю соль. Чуть не забыл про нее. Вот, чайная ложка без горки. Пересаливать не нужно, потому что всегда можно досолить. А вот соль обратно убрать уже не получится. И заливаю водой. Чуть выше, чем по плечке, но нужно по плечке. Нормально. И пространство есть еще. И водой все залито. Отлично. Это уже практически готовая банка. Ее осталось только закрыть. Это у нас рисовая каша будет. Теперь давайте гречневую. Также ставим банку. Почему-то эта банка весит на 3 грамма меньше. Музыка. 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 Все, отлично. Это будет гречневая каша. И давайте теперь сделаем кашу с булгуром. Посмотрим, как на вид будет по развеске все. Субтитры создавал DimaTorzok Мясо реально останется много, поэтому я его сразу буду накладывать в банке 0,7. Здесь по специям я тоже буду добавлять то же самое, только чуть побольше. Вот, никакой поджарки мы сюда добавлять не будем. Здесь только соль и специи, и мясо, естественно. Посмотрим, сколько в банку 0,7 влезет свинина. Так, это было... Весы были откалиброваны под маленькую банку. Давайте-ка мы посмотрим, сколько весит банка такая. 324 грамма. Ну вот, смотрите, полная банка свинины. Это банка 0,7. Вес 670 грамм. Ну, примерно 700 грамм будет. Давайте докинем. Все, отлично. Битком еще чуть притрамбуется в любом случае. Все, добавляю соль. Сюда чуть побольше соли. Вот приблизительно такая закладка в автоклав у меня и будет. Сейчас я доделаю все остальные банки, закрою их и вернусь к вам тогда, когда мы будем все делать уже в автоклаве. Так, смотрите, что получилось. Две каши с рисом. Точнее, даже не две, а вот две по 0,5. И одна 0,7. Так, две каши с булгуром. Вот одна 0,5. И вот здесь у нас 0,7. Правда, здесь мяса чуть больше. Но я считаю, ничего страшного. Кашу мясом не испортишь. Немного переделаем поговорку. С гречкой у нас две. И одна просто свинина здесь будет только. Это на тот случай, если вдруг суп захочу какой-нибудь сварить. Ну, либо просто поесть хорошего тушеного мяса. Ну, в любом случае, применение ей я точно найду. Вот. Я считаю, что это нормальный результат. 2,700 свинины было. И вот такая вот куча еды. Напоминаю, что в одной банке 0,5 два приема пищи. А в 0,7 около трех приемов пищи. Как минимум, с голоду я не помру. А как максимум, мне не придется больше готовить вообще. Я буду просто разогревать. Теперь все закрываем крышками. Просто берем и крышку. Крышки я перед этим поварил немножко. Вот они у меня. А, беречь и кастрюля. Поварил чуть-чуть. Они у меня покипели для того, чтобы все там размягчилось. А сейчас на банке она прям хорошо встанет. Ее мы плотненько закрываем. Но я считаю, что силы в руке у меня достаточно. Чтобы она не открылась. По крайней мере, до этого никогда ничего не открывалось. Ну, если сомневаетесь, чуть-чуть можно потянуть полотенце. Все таким образом закрываем и закладываем в автоклав. Так, начинаем закладывать в автоклав банки. Закладывать будем в два яруса. Первый ярус будут банки 0,5. Или давайте лучше первый ярус сделаем 0,7 поближе к воде. Там всего три банки будет. Я думаю, ничего страшного, что 0,5, что 0,7. У них толщина приблизительно одна и та же. Но время приготовления давайте увеличим на всякий случай на 10 минут. И будем готовить при 120 градусах не 40 минут, а 50. Давайте 50 минут будем готовить при 120 градусах. Так, заложили первый уровень. Наша перемычка. И выкладываем второй уровень из баночки 0,5. Все, четко. Сверху можно не прикрывать. Ну, мы давайте прикроем. Ничего страшного не случится. Так, все. Теперь закрываем крышкой и затягиваем ремболты. Так, все, друзья. Автоклав готов к работе. Все внутри. Все затянуто. Включаем нагрев. Разогреваю я примерно на 1400-1200. Ну, пускай будет 1300, ни туда, ни сюда. Кстати, забыл сказать, воды налили мы по фальжно. Есть лайфхак. Наливаете воду, открываете кран. Как только далили до фальжна, смотрите, чтобы с крана ничего не капало. Как только перестанет капать, значит воды достаточно. Это Автоклав паровой. Работает в паровом режиме. Здесь воды много не нужно, поэтому он нагревается намного быстрее. Минут за 20 я считаю, что мы уже все сделаем. Смотрите, сейчас у нас нагрев идет, потом начнется режим продувки. Как только пар начнет вытесняться, он будет булькать, булькать, булькать. Как только мы наберем 100 градусов примерно, бульки уже начнутся другие. Они будут не крупные, они будут очень мелкие. Тогда мы закрываем кран и начинаем набирать давление. Как только температура будет 120, мы перейдем в режим удержания. Это приблизительно 600-500 ватт по мощности. Именно на этом Автоклаве, на моем оборудовании. Сначала нагрев, потом продувка Автоклава. Затем набор давления и набор исходной температуры. Нас интересует 120, мы работаем со свининой. И потом уже работаем на удержание. И вот тогда мы 120 градусов удерживаем 50 минут, как мы и решили. Так вот, смотрите, началась продувка. Видите, крупные пузырики. Потому что горячий пар вытесняет воздух. Как только весь воздух будет вытеснен, соответственно, во всем Автоклаве будет температура 100. Тут осталось совсем немного до этого. И тогда пузырики изменятся, станут намного меньше, потому что это будет выходить горячий пар. И мы закроем кран и перейдем в режим набора температуры. Так, а вот смотрите, пузырики, когда Автоклав уже набрал 100. Вот эта штука встала. Здесь у нас 100. И переходим в режим набора температуры. Закрываю вот этот кран. Сбрасываю мощность хотя бы до 1000. И ждем, пока наберет 120. Достаточно быстро все происходит. В принципе, ничего особенного делать не нужно. Просто вовремя перекрыть кран и понизить мощность. В принципе, все. Ну, потом еще раз понизим мощность. Так, смотрите, 120 набрали. Это как раз температура нашего приготовления. С этого момента начинается отсчет времени, 50 минут. Убавляем мощность, переходим в режим поддержания. Это примерно 600. Все, отлично. Время от времени следите за тем, чтобы температура не уменьшалась. Если уменьшилась, ну, чуть-чуть прибавьте. Если увеличилась, чуть-чуть убавьте. Для этого Автоклава примерно 600. Теперь ждем 50 минут и будем выключать Автоклав. Все, 50 минут прошло. Плитку вырубили. Она пока шумит, потому что там вентиляторы работают, потому что она еще горячая. Все, Автоклаву теперь нужно остыть. Открывать его не следует ни в коем случае. Сейчас у меня уже на дворе ночь. Поэтому откроем его завтра и все, попробуем. Так, ну все, пришло время доставать. Так, ну смотрите, вроде бы все готово. Так, это у нас все рис. Это гречка. Так, это тоже гречка. В общем, что-то из того, что я посчитал рисом, оказалось булгуром. Скорее всего, наверное, вот эта вот банка. Так, и давайте посмотрим, что с большими. Так, это точно рис. А вот и булгур. Так, а вот здесь вот тушенка. Вроде нормально. Ну что, друзья, наготовили мы на две недели. И пришло время попробовать, что у нас получилось. Решил вскрыть одну кашу, положил себе, решил начать с булгура, потому что давно его не ел, давно его хотел. И вскрыл мясо. Только где я только мясо банку. Это у нас на супы, на всякие пойдет. В общем, на те блюда, которые можно приготовить с мясом. И чтобы с мясом не заморачиваться. Вот банка свинины. Соответственно, здесь одна порция булгура. В банке еще, наверное, две трети этой банки. Так что эту банку спокойно можно и на три порции делить. В общем, еды мне на две недели точно хватит. И попробуем. Булгур, кстати, получился сверху достаточно рассыпчатый. Есть некоторые места, где он, ну, как бы комкуется. Чуть-чуть этого вообще никак не избежать, к сожалению. Тут мы ничего с этим не сможем сделать. Но от этого он менее вкусным не становится. Просто менее аппетитный выглядит, скажем так. Но все равно эта каша выглядит намного аппетитнее, чем то, что продается в магазинах, например, под видом каш. Там вообще непонятная какая-то субстанция. И в отличие от нами приготовленных каш, там невозможно понять, где мясо, где нет мяса. В общем, мяса там реально практически нету. А здесь у нас полноценная порция мяса. Здесь у нас около 200 грамм в банке. Ну и так, давайте попробуем. Сначала попробую булгур. Вы знаете, неплохо. Я сейчас пробую холодную, но стоило бы, наверное, разогреть. Хотя на самом деле я очень люблю именно холодную тушенку. Но что касается каш, их, конечно же, лучше подогревать. Давайте попробуем мясо. Вы знаете, такое ощущение, что этот булгур я не из банки достал, а сварил только что самостоятельно. Вот недавно он только чуть-чуть остыть успел. Мясо понятно. Тушеное мясо из банки. Ни с чем не спутаешь. Но вот именно каша, то, как она приготовлена, даже в автоклаве, все равно, что я только что ее реально сварил. И поверьте, через месяц, через два она будет точно такая же, а то и лучше. Консервы, как вы сами знаете, должны отдыхать несколько дней, желательно даже несколько недель, прежде чем их употребить. И вот, соответственно, со временем они становятся даже лучше. Так что со временем они будут не только не потерять во вкусе, но и станут реально лучше. При том, что я на приготовление потратил около двух часов, а есть это будут две недели. Ну и иногда там готовя себе какую-нибудь яичницу или там, ну еще что-нибудь такое на ужин из мяса и овощей. А продукты, а продукты все время остаются свежими. Так что, в общем, вещь достаточно выгодная, во-первых. Во-вторых, это достаточно вкусно. Если вы любите реально консервированные продукты, тушенку разного рода, то вам имеет смысл, так сказать, иметь автоклав, потому что, ну, это просто еще один ваш способ приготовления продуктов. Люди покупают афганские казаны для этого. Кстати, то, что получается в афганском казане, готовится по тому же принципу, что и в автоклаве. Просто в автоклаве за раз можно приготовить больше, но нужно делить на отсеки вот на такие баночки. А казан, он меньше, нужно приготовить меньше. Вот и вся разница, потому что все видели видео, где в афганском казане готовят, а мясо там потом рассыпается. Поверьте, здесь происходит то же самое. При температуре 120 здесь давление было выше атмосферного. И здесь с мясом происходит, друзья, то же самое. Оно точно так же рассыпается на волокна. И при том, что вкусно, точно так же можно приготовить абсолютно любое блюдо. И автоклав можно приобретать не только для того, чтобы переработать там большие объемы мяса и законсервировать их там на зиму, в поход куда-то в туристический, но и просто готовить себе продукты просто таким вот способом. Я не так часто хожу в походы во всякие, поэтому автоклав мне больше служит как способ приготовления. Но у всех по-разному. Давайте теперь попробую свинину. Очень аппетитно выглядит. Очень вкусно. Очень сочная получилась. Ничего, что она открыта у меня уже. Я просто возьму крышки вакс, завакуумирую все это. И даже открытые консервы у меня могут храниться достаточно долго. Ну, это явно будет храниться около недели, может быть, даже чуть больше. Под крышкой вакс. Также, кстати, и шашлык можно оставлять свежим очень долго, потому что под вакуумом, сами знаете, микробы не очень хорошо размножаются. Вот так вот, друзья. Всем рекомендую. Пробуйте, друзья, экономьте свое время. Консервы вообще разные бывают. Я, например, сейчас взял каши. И почему я взял рис, гречку и булгур? Потому что у них приблизительно одно и то же время приготовления. Вот, например, что касается гороха и фасоли, ну, бобовых, например, каш, у них немного другое время приготовления, и у них обработка другая. Поэтому их можно будет как-нибудь отдельно приготовить. Ну, вот, а что касается меня, подводя итог к этому видео, могу с уверенностью сказать, что да, я готов питаться этим две недели. И это полностью заменит мне в моем рационе мои каши, которые я готовлю себе сам. Гречневую, рисовую, все, что я делал в мультиварке раньше. Так что спокойно продержусь на этих кашах, мне не привыкать. А на этом у меня, наверное, все, друзья. Обязательно ставьте лайк под это видео, пишите комментарии, как вы считаете, не надоедят ли мне эти консервы за две недели, а то и больше, сколько мне придется ими питаться. Пишите свое мнение. Так что, друзья, на этом все. Пока-пока. Пишите свое мнение.